И к местным новостям. Качество дорог региона на особым контроле. В среду под председательством Акима Актюбинской области, он до сына Урозалина, состоялось совещание по итогам развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обсуждению планов на предстоящий год. Как выяснилось, несколько компаний не смогли качественно провести ремонт дорог. В результате они были вынуждены вернуть полученные из республиканского бюджета деньги. По словам руководителя филиала национальной компании Казавтажул Марата Мохамбетова, в текущем году на проведение ремонта на 300 километрах дорог предусмотрено 17,7 миллиардов тенге. В том числе 13,6 миллиардов тенге на реконструкцию дорог. Полтора миллиарда тенге на средний ремонт содержания 2,6 миллиардов тенге. После реконструкции открыто 184 километра дорожного движения. На 89 километрах завершен средний ремонт. Также реконструкция проводится на 214 километрах дороги республиканского значения к Тубе-Атрау границы Российской Федерации. Проект стоимостью около 47 миллиардов тенге будет полностью завершен в 2021 году. Онда сыну Розалин поручил руководителю местного филиала нацкомпании Казавтажул следить за содержанием веренных автодорог республиканского значения. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет и Брашев сообщил, что доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с начала года увеличилась с 56,5% до 59%. На ремонт дорог местного значения из бюджета было выделено 40,4 миллиарда тенге. Реализовано 196 проектов. Так, по программе развития регионов реализовано 25 проектов на сумму 3,2 миллиарда тенге. В рамках дорожной карты занятости 2020 129 проектов на сумму 20,6 миллиарда тенге. АОЛ Ель БСГ 16 проектов на сумму 24,2 миллиарда тенге. И Нурлы ЖОЛ 26 проектов на сумму 14,8 миллиардов тенге. Областным управлением Пазазырского транспорта и автомобильных дорог совместно с Актюбинским филиалом Национальный центр качества дорожных активов сделано 650 проб. 235 из них показали некачественное выполнение работ. В числе подрядчиков, нарушивших технологии АО МКДСМ, ТО Дорснапсервис, ТО Информстрой. По причине несвоевременного проведения строительно-монтажных работ подрядчиками были возвращены республиканские трансферты. К примеру, ТО КТП, взявший на себя обязательства по реконструкции южного обхода города Актюбе, не справилась с объемом. В этой связи он до сыну Розалин сделал строгое предупреждение руководителям подрядных организаций. Вам должно быть стыдно за некачественную или несвоевременную сданную работу. Некоторые из вас допускают такое халатное отношение не в первый раз, сказал Аким. Я дал поручение, чтобы сформулировали пул как добросовестных подрядчиков, строительных организаций, дорожников, коммунальщиков, которые в этом году справились со всеми обязательствами, которые брали на себе по тендеру и по договору. И вместе с тем я попросил сформировать пул очень недобросовестных поставщиков, услугодателей. Это будет обязательно учтено на предстоящем конкурсе государственных закупок, предупредил Аким области. Глава региона подверг резкой критике работу по реализации дорожных проектов Акима Алгинского района Мамаргалия-Кагазова. В частности, качество работ по капитальному ремонту трех улиц села Бестома Калгинского района не соответствует требованиям. Из 12 отобранных проб 11 показали некачественное строительство дороги. По данной причине заказчик обратился в суд с иском в отношении подрядчика. Аналогичная ситуация наблюдается и в связи со средним ремонтом автодороги районного значения «Богословка» Алга-Токмансай, на которую в текущем году было выделено 177 миллионов тенге. То стройсервис «Байсын» не в полном объеме выполнила работы по среднему ремонту пяти улиц города Алга. Аким города Актоби Асхад Шахаров проинформировал о развитии транспортной инфраструктуры областного центра. В рамках дорожной карты занятости в 2020 году на ремонт автодорог на территории города и в пригородных населенных пунктах из республиканского бюджета выделено около 14 миллиардов тенге. Проведена реконструкция на улицах Арынова, Мангеликьель, проспекте Санкибай-Батыра протяженностью свыше 5 километров. Строительство трех километров на сумму более 433 миллионов тенге. Капитальный ремонт 30 километров дорог на улицах Гарнизонная, Кленовая, Жанебекхана, Жамбыла, улицах села Курошасай, населенных пунктов Акшат и Ясное. Подводя итоги совещания, он досыну Розалин поручил Акимам районов филиалу нацкомпании «Казавтажол» качественно выполнять работу по содержанию дорог. Очистки дорог в зимний период усилить профилактику дорожно-транспортных происшествий. Акимов города предстоит отремонтировать дороги в населенных пунктах, прилегающих к областному центру. Увеличить количество игровых и спортивных площадок.